Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прира. Сегодня мы поговорим о лёгкой, а самое главное, быстрой прокачке профессий. Многие люди на текущий момент прокачались, и кто-то уже оделся хорошенечко, ищут люди новые, интересные для себя моменты в игре. Кто-то начал заниматься прокачкой профессий. Дело правильное, прибыльное и реально увлекательное. Я тоже не отстой в этом плане, решил патать профессии. На дека у меня получается кузнечика и инженерка, кузнечику аппнул до фула, и уже могу крафтить заготовочки. Так что если что, пиркайте. Тут немножечко всяких легендарок уже накрафтил заготовочек, так что всё окей. На инженерку до лучших времён отложил. Реагентиков много нужно, поэтому попозже, попозже, ну и бонусов мало. На других персонажах тоже там покачал профессии, начертания, ювелирка, всё классно, всё круто. И качал это всё на стриме, у людей вопросы были. Как бы так прокачать быстрее, как бы так аппнуть всё получше, чтобы и реагентов мало затратить, и было бы всё эффективно. Я сказал о том, что найду какой-нибудь такой гайдик и всё-таки нашёл. Сейчас рассмотрим всё абсолютно и покажу, как пользоваться. Переходим на сайт WolfHead. И тут у нас статейка по профессиям. Профессионс, иншадоу лэнс, нью-ресайбс, опшионал реагентс, импрувментс. Расписана абсолютно вся информация по профессиям, и это замечательно. Ниже у нас есть все для шадоу лэнса гайды по профессиям. Как на собирательные профы, так и на крафтовые различные. Алхимия, начертания, партняшка, ювелирка, наложение чар, кузнечное дело, инженерное дело, кожевничество, есть всё абсолютно. На примере начертания мы сейчас всё абсолютно глянем, что находится в этих гайдиках. В целом они одинаково выполнены. Шадоу лэнс, 1-100, левелинг, гайд. Вот новые интересные изменения, которые произошли с бфа в шадоу лэнс, что то есть было внесено. Далее, как мы можем галдишку поделать с помощью начертания. Про колоды написано, про именно их крафт 200 в этом левела. Стоит ещё не забывать то, что дипеши имеются. Далее написано, где изучается начертание. Листаем ниже, смотрим то, что какие у нас интересные рецепты лутаются за репутацию. Полезные или нет, думайте сами. Далее, что получается. Расписано всё-всё-всё по крафтам, то есть какие карты, какие руны у нас под замок на афре, из чего они делаются. Для смены талантов книжки. И мы пришли к самому главному. Левелинг инскрипшн ин шадоу лэнс. То есть как быстро мы можем прокачать нашу профессию. С какого по какой навык, что нам нужно крафтить. Вот, например, с 1 по 25 мы крафтим чернила. Перерабатываем пигменты просто-напросто. Тут с 25 по 30 мы крафтим том, книжку для просто-напросто смены талантов. С 30 по 40 навык мы измельчаем траву. Далее мы крафтим дипеши на какой-либо стат. Смотрим цену, смотрим чернила и выгодно реализуем, продаём. Ну а с 92 по 100 навык мы крафтим карты, которые потом тоже можем выгодно продать на аукционе. Ну а если там их хорошее количество напрокает, то вообще можно просто-напросто скрафтить готовую триньку и продать. Почему бы и нет. Тринки покупают и в целом всё хорошо касательно этого. Учтите просто, что скоро 9 числа стартанут уже рейды, стартанёт система Мифик Плюс и карты в цене упадут. Поэтому реализуйте всё как можно быстрее. Найдутся люди, которые купят тринькет и будут в принципе довольны. Но потом их ждёт немножко разочарование. Но это уже их дело, не наше. Наше дело прокачать профессию, выгодно всё реализовать и всё на этом. Это самое главное. Ссылочку на статью вовхеда оставлю в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok